ПОСТАПОКАЛИПСИС Кипр. Фомагуста. 2018 год. Квартал Вороша был некогда шикарным курортом. Здесь отдыхали Элизабет Тейлор и Бриджит Бордо. Он опустел в 1972 году послевоенного конфликта Греции и Турции. И кто знает, может скоро так будет выглядеть вся наша планета. Когда, казалось бы, все пригодно для жизни. Развитая инфраструктура, дороги, природные условия. Отсутствует только одно. Люди. Россия. Иултин. 2018 год. В середине прошлого века этот чукотский поселок был символом советской индустриализации, построенным вокруг крупнейшего полиметаллического месторождения. С распадом Советского Союза он обезлюдил и превратился в естественную декорацию для съемок фильмов о печальном будущем человечества. Неужели мы не замечаем, что наша планета стремительно пустеет? А после неосторожных высказываний и действий может оказаться совсем без людей? Сегодня в программе. Когда наступит зомби-апокалипсис. Приходится по-разному действовать и нужно быть готовым к тому, что ты пролезаешь сквозь неприятные для тебя истории. Зачем японцы установили памятник Годзилле? Это страшинка, которая заставляет людей испытывать определенные инстинкты. С кем будут воевать каменные великаны? Я это называю чумой 21 века. Кто придет на смену нашей цивилизации? Один шагающий экскаватор заменяет 10 тысяч землекопов. Россия. Апрель 2018 года. Во всех средствах массовой информации транслируется инструкция по спасению при ядерной угрозе. Неужели мы все на волоске от гибели? И у сильных мира сегодня хватит здравого смысла вовремя остановиться? И какой станет тогда наша планета без людей? Россия. Москва. 2018 год. Это территория бывшего завода «Серп и молот», расположенная в танковом проезде. Именно здесь, еще в 1890 году, была запущена первая мартеновская печь. И именно на этом заводе в 1984 году генсек того времени Константин Черненко на встрече с рабочими торжественно пообещал. Советские люди могут быть уверены. 22 июня 1941 года не повторится никогда. 14 августа 2005 года здесь начался пожар, для ликвидации которого было стянуто 10 пожарных расчетов. Восстановлен завод так и не был. Сейчас он выглядит как типичный постапокалиптический индустриальный пейзаж для съемок фильмов ужасов. Лидер движения «Диггеров» Вадим Михайлов уверяет, случай с заводом «Серп и молот» не уникален. Такое происходит по всей стране. Ну, вы знаете, мы насчитываем больше 1800 предприятий. От маленьких заводиков, ткацких фабрик до вот таких крупных монстров, в чреве которого мы сейчас сидим, в остатке скелета, в котором мы сидим. Ведь это вот это вот то, что мы видели, есть и малая индустрия. Вот это была крупная индустрия. Царящая вокруг мертвенная тишина и запустения кажутся нереальными. Есть версия, что после пожара на территории одного из крупнейших металлургических заводов страны собирались построить коммерческие ларьки и супермаркеты. Но нет даже их. Бетон здесь миллиона тонн. Это было наше отечественное великое производство. Что на Зиле, что на Серпе и Молоте. Но еще страшнее, когда речь идет не о территориях бывших промышленных предприятий, а о целых покинутых городах. Потерянные города, без людей, но которые несут в себе отпечатки всех судеб. Здесь гуляют призраки прошлого. Здесь очень много таких моментов, которые бы нам назвали инфернальными, в особенности ночами. Предприятия стонут по-своему, уходя в прошлое. Это была величайшая индустрия СССР, да и России, потому что эти предприятия заложены с дореволюционных времен. И оборвались они, их жизнь оборвалась только из-за коммерческого интереса, недавнего прошлого, московского. А сегодня уже восстановить почти невозможно. Это же подтверждает и сталкер Юрий Томашевский. Он вместе с командой единомышленников объехал всю Россию. И сам воочию видел пустующие города и деревни. В Нижегородской области, вот недавно наша группа там была, есть дома в идеальном состоянии. Прям люди, как будто их покинули буквально вчера. То есть там стоят телевизоры, там стоят шкафы, все кровати, все, как будто люди внезапно исчезли. Есть такие деревни, причем не одна. Их по России, конечно же, сотни, если не тысячи. Неужели правы те, кто утверждает? Третья мировая уже давно идет. И так скоро будет выглядеть весь мир. В этих местах мы обнаруживаем для себя ту самую потустороннюю энергетику, энергетику времени. Мы буквально своими походами в такие места мы можем пощупать время и примерить на себя как раз ту роль, ту роль, которая была сыграна людьми, которые, допустим, жили в этих домах, работали в этих пансионатах, больницах, лагерях. США. Детройт. Апрель 2018 года. Еще совсем недавно центр американского автопрома. Сейчас это гетто, куда боится заезжать даже полиция. Здесь многие давно живут на улицах. Охотимся на собак, прячемся от бандитов. Мародеры в этих местах уже практически не появляются. Все ценное давно растащили. А вот охота на людей. Здесь явление обычное. Здесь тренируются бандиты. Охотятся на нас. А еще приезжают вооруженные туристы из богатых районов. Целыми отрядами. Охота на нас. Это у них вроде игры такой. Неужели это не сюжет очередного блокбастера, а наша реальность? Пустые города. Безлюдные улицы. А те, кто остался, каждый день сражаются за выживание, рискуя ежесекундно. Сирия. В ночь на 14 апреля 2018 года объединенными странами НАТО было выпущено свыше 100 ракет. Большинство из них удалось отразить. Но руководство Британии заявило, это только начало. Демографы постоянно твердят, что планета перенаселена. Якобы людей стало так много, что от большинства из них необходимо просто избавиться. Неужели это решено сделать самым простым способом? Например, массированными бомбежками. Это вопрос рождаемости и смертности именно того народа, который живет на данной территории. Сегодня и в России, и в общем-то в мире, несмотря на то, что еще по инерции в отдельных странах рождаемость достаточно высокая, но в целом в мире мы наблюдаем малодетность, я это называю чумой 21 века. Официально на Земле, по данным на 1 января 2018 года, проживает 7,5 миллиардов человек. Но так ли это? Еще в середине 60-х годов прошлого века писатель Джон Браннер подсчитал, что все население планеты, если встанет рядом, может поместиться на территории государства Занзибар. Так сколько людей на самом деле? Если мы не ответим на этот вопрос, то нас неизбежно к концу столетия останется не более половины. Отдельный вопрос, что еще серьезно изменится этно-гемографический состав. Поэтому очень важный момент, еще раз повторюсь, что демография – это все-таки, прежде всего, вопрос о воспроизводстве населения, воспроизводстве народа. Но половины от какой именно цифры? Ведь статистика наука относительная. Если демографы могут ошибаться в своих подсчетах в 10 раз, то могут и в 100, и даже в 1000. Может быть, нас уже здесь нет, и апокалипсис давно наступил? Как в нем жить, не знает никто. То есть будущее настолько туманно, что оно открывается перед тобой только с каждым шагом. Существует версия, что это сознательно делается для того, чтобы не началась массовая паника. Количество людей на самом деле гораздо меньше заявленных официальных данных. Всего несколько сотен миллионов на всю планету. Известный писатель Михаил Веллер убежден – на самом деле все еще хуже. Механизм этого процесса наука еще не знает, но факт давно известен. Вот поэтому нынешние европейские народы и не размножаются. Поэтому города в основном, разумеется, придут в запустение. И уже конец 21 века будет совсем не похож на его начало. То есть будет так называемая кочевая элита. Один-два миллиона начальников производства, богатых людей, которые везде в мире будут жить в коконе собственного имущества. Свой самолет, свой штат прислуги, свои несколько домов на нескольких материках, свои автомобили и слуги при этих домах, куда бы они ни прилетали, они дома. На первый взгляд выглядит абсурдно. Но а что если гигантский метеорит, подобный тому, который некогда привел к исчезновению вида динозавров, уже упал на Землю несколько веков назад? И точно так же сократил количество людей на планете до рекордно низкого количества. Когда уровень цивилизации, уровень производства достигает каких-то высот, вдруг оказывается, что столько людей для работы не надо. Один шагающий экскаватор заменяет 10 тысяч землекопов. Ибо вся биосфера Земли – это единый сложнейший организм. Поэтому люди прекращают рожаться. Хотя им дают пособия на детей, им выделяют квартиры, талоны на питание, все льготы. Так неужели вся эта паника с Третьей мировой войной нужна лишь для повышения рождаемости? Но ведь ракеты действительно падают, а города разрушаются. Может, все это – одна грандиозная мистификация? В общем-то, я считаю, что это страшилка, которая заставляет людей испытывать определенные инстинкты. Она в них их включает. То есть 7 миллиардов человек, огромное количество. Если вот ты сейчас не встал и не побежал добывать, за тебя другие добегут, добудут, ты останешься без куска. И, в общем-то, это людей подстегивает. А может, мы просто отказываемся признавать простой факт, что нашей цивилизации пришел конец. И если начнется мировая война, она станет последней. Было великое двуречие, великая Ассирия, великий Вавилон, руины. Была великая римская империя. И до сих пор от римских городов останки разбросаны по всему Средиземноморью. Что-то в Турции, что-то в Северной Африке. Но это, если не археологические городища, то какие-то ничтожные совершенно обломки. Россия. Москва. Завод «Серп и молот». Апрель 2018 года. Вот это фонарь сталинского времени. Положим его сюда. В отличие от давно разграбленных мародерами автомобильных заводов разрушающегося Детройта, территория завода «Серп и молот» полна уникальных деталей, до которых много лет никому нет дела. Вот там подальше, где-то метрах, наверное, в 100 от нас, находятся огромные котлованы, заполненные формами. Причем формы из красного дерева, некоторые 1900 года. Это то, что выплавляли предприятия по этим формам. Их создавали художники, эксперты. Они уникальны, они покрашены до сих пор краской, на них набраны цифры, номера. И вообще это экспонаты любого музея. Но здесь их просто уничтожают. Вода, люди, без души, без грамотности. Каждая такая территория, убежден Вадим Михайлов, представляет собой не просто набор редчайших промышленных и культурных экспонатов, достойных музея. Она жизненно необходима для создания индустрии будущего. Это заброшенные, забытые города. Это маленькие Чернобыли, не чернобыльского характера, внутри наших кластеров, мегаполисов. И они нам рассказывают о том, как падала индустрия России, СССР. И она должна теперь возрождаться, может быть, в новом времени, в новом кластере. Но, конечно, на руинах прошлого, если мы не сделаем выводы, новая индустрия будет уже не та, она будет хромать. И это только пример одного московского завода. А сколько таких заброшенных, разрушающихся заводов, фабрик и даже поселений находятся на территории нашей страны? Это центральный административный округ России, это Подмосковье, это наши уже глубины. Еще большое количество утверждают, что есть в Пермском крае, по югу Сибири, по Уралу. Известно, что главным предметом мебели японского дома являются декоративные перегородки-ширмы. С их помощью можно обустраивать внутреннее помещение по собственному усмотрению, варьируя бесконечное количество раз. Но имеют ли смысл такие ширмы при отсутствии самого дома? Может быть, возводя на скорую руку бесконечные супермаркеты, мы сами не замечаем, как разрушается главный фундамент нашего государства, веками обживаемая многими поколениями территория? В конце 60-х годов прошлого века вышла знаменитая книга Эрика фон Деникина «Воспоминания о будущем». Она поставила под сомнение знаменитый радиоуглеродный метод, с помощью которого определяется возраст любых археологических находок. Исследователь заявил, что этот метод работает только на биологических материалах, например, на древесине. А когда речь идет о каменных сооружениях, установить точную датировку невозможно. Если принять такую гипотезу, ее еще нельзя называть теорией, потому что она математически не обсчитана и не доказана. Но если принять гипотезу, тогда становится все понятно относительно несуществующих контактов с инопланетными цивилизациями. Потому что они уже машинные, и мы им не нужны и не интересны. Однако есть и еще более страшная версия. После всех проведенных на нашей планете ядерных испытаний, человечество превратилось в вымирающий вид. Точка невозврата пройдена, а смертность на Земле уже давно в несколько раз превышает рождаемость. Может поэтому на Дальнем Востоке сейчас так много русско-китайских браков? К нашему великому сожалению, сейчас явочным порядком Китай возвращает себе Приморье и Дальний Восток. Происходит ползучая инфильтрация, проникновение китайского капитала, китайских граждан. А кроме того, русские девушки достаточно охотно выходят замуж с китайцев, потому что китаец не бьет, китаец не бьет, китаец трудолюбив, и все, что зарабатывает, китаец несет в дом. А с женихами у нас не очень, сами знаете. Обратите внимание, по сравнению даже с 90-ми годами на улицах стало меньше людей. И это с учетом роста самих городов. К 50-му году будет уменьшаться количество населения России. И в таком, конечно, случае количество разнообразных объектов, бомбоубежищ, заброшенных, госпиталей, химлабораторий, их только будет увеличиваться, потому что все те обслуживающие руки, персонал, они просто будут не справляться с подступающим временем. Но по данным статистики, население планеты выросло в разы, а людей при этом не видно. Как такое возможно? И ведь речь идет не только о нашей стране. Подобное наблюдается по всему миру. Уже существуют пустующие деревни, пустующие города, пустующие дома, пустующие квартиры, пустующее все что угодно. Даже в каждом городе есть какой-то свой пустой пустырь, в котором нет никого, и никто туда особенно не ходит. Я думаю, да, в какой-то момент Земля действительно может превратиться в такой пустырь, где будут только летать вот эти старые полиэтиленовые пакеты. Но не могут же люди просто исчезать, как показывают в американских сериалах. Или могут? Смертельный вирус вырвался из стен в секретной лаборатории и превращает всех людей в зомби. Этот сюжет повторяется во многих фильмах про постапокалипсис. Хотя штаммы подобных вирусов действительно создают ученые, зомби на улицах мы все-таки не видим, а может быть, просто не замечаем. Категория фильмов про зомби в последние два десятка лет сделалась одной из самых популярных. Бродячие мертвецы, блуждающие по улицам полуразрушенных городов, охотятся на немногочисленных выживших. Некий мертвец, обезличенный, непонятный, которого каким-то образом оживили, у него начали действовать мышцы. То есть, по сути, это какие-то действующие мышцы, которые не имели ни мозга, ни сознания, ничего. Они просто шли, что-то ели, что-то грызли, на кого-то пугали, на кого-то нападали. Зачем? Сами не сильно понимая это. Но почему нам самим так нравится смотреть такое кино? Ведь не секрет, что именно фильмы ужасов за последние годы превратились в чуть ли не самый востребованный жанр мирового кинематографа. Что пытаются сказать нам их создатели? Это просто коммерческий ход и желание поиграть на человеческих страхах? Или грозное предупреждение? Но о чем именно? С одной стороны, это полная свобода действия режиссера, как творца, и в то же время полное любопытство зрителя, что же придумает режиссер, и какую картинку будущего он мне нарисует. Мне кажется, именно поэтому тема апокалипсиса, она настолько интересна, что человек, он просто вот шаг за шагом, как сталкер, проходит по этому апокалипсису, то есть смотрит, что у него произошло здесь, что его ждет за поворотом. Специалисты отмечают, фильмы про зомби нового поколения качественно изменились. Живые мертвецы перестали быть объектом изучения в секретных лабораториях, а перешли к активным действиям. Но как может противостоять человечество тем, кто уже мертв? Китай. Провинция Хунань. 2013 год. Местными медиками выявлено более трех тысяч случаев заражения птичьим гриппом. Для борьбы с ним китайские ученые создают антивирус. Но одновременно с ним возникают 127 гибридов вируса H1N1, которые оказываются гораздо страшнее самого вируса птичьего гриппа. Индонезия. Провинция Северная Суматра. 2014 год. В стране наблюдаются первые человеческие жертвы от верблюжьего гриппа. Министр здравоохранения страны Сити Фалида Супари прямо обвиняет крупные фармацевтические компании не просто в производстве смертельных вирусов, но и в их сознательном распространении среди населения стран третьего мира. Таиланд, Бангкок. 2018 год. 86 человек умирают от очередной вспышки лихорадки Денге. Всемирная организация здравоохранения сообщает шокирующие данные. Антибиотики и другие противомикробные препараты перестали справляться с новейшими вирусами. Только в 2017 году умерло 500 тысяч человек в 22 странах мира. Даже антибиотик широкого действия пенициллин оказался не способен справиться с новейшими гибридами вирусов, созданными в секретных лабораториях, казалось бы, для защиты людей. А может, их разрабатывали, чтобы положить конец человеческой цивилизации? Все имеющее свое начало имеет свой конец. Любая система существует во времени, имея в нем начало и конец. И цивилизация как система, любое государство как система тоже конечна во времени. Это всегда сопровождается, первое, демографическим схлопыванием. Еще в 1998 году академик Сергей Капица вывел математическую формулу, описывающую рост населения Земли. Вот она. С – это количество умерших в период между двумя временными точками отчета. Однако даже сам автор утверждал, что в полной мере эта формула работает только с учетом дополнительных факторов, а именно времени, места и экономической ситуации. Вопрос не в том, как прокормить трех, а вопрос в том, как кардинально изменить всю экономическую модель для того, чтобы спокойно кормить трех. А это прежде всего создание высокорентабельных рабочих мест, высокотехнологических, и прежде всего для мужчин, чтобы мужчина мог нормально зарабатывать, содержать семью. Однако не секрет, что на протяжении последних десятков лет прирост населения идет именно в странах третьего мира. В первую очередь Азии и Африки. В то время как в развитых странах он катастрофически падает. Как ни печально это признавать, но население России и США вместе взятых не достигает даже полумиллиарда человек. В то время как на остальные страны приходится большая часть населения планеты, которая в этих странах еще и неуклонно растет. Все серьезные экономисты однозначно говорят о том, что так называемый глобальный экономический кризис, а он касается прежде всего так называемых развитых стран, он в значительной мере связан с тем, что все развитые страны, почти все развитые страны, например, Соединенные Штаты Америки, там другая ситуация, соответственно, у них падает рождаемость, меньшее число воспроизводится рабочих рук. Получается, что население планеты растет именно за счет беднейших стран третьего мира, где распространяются выращенные в секретных лабораториях вирусы. А значит, люди там мутируют, превращаясь в зомби. К тому же это вполне соответствует их религиозным воззрениям. Всегда происходит этническое замещение. При падении всех империй подсасываются молодые этносы с дальних окраин, которые не имеют этой культуры, не поднялись до этого уровня цивилизации. Они дикие, но они витальные. Так было всегда. При них эта городская культура приходит в упадок, они к ней не готовы. А мы в это время с удовольствием смотрим фильмы, рассказывающие нам о тонкой душевной организации живых мертвецов. И пытаемся найти логичное объяснение и оправдание их своеобразным поступкам. Не так давно вышел фильм на экраны, где некий зомби съедает сначала мозг молодого человека, который любил определенную девушку. Он считывает его информацию, и в нем просыпается то же чувство, которое его жертва испытывала к этой барышне. В конце концов, и девушка к нему тоже проникается, как ни странно. То есть мы все немножко зомби, и мы все где-то ищем, мы хотим, наверное, подспудно где-то зомби этого полюбить, и что называется, знаете, наставить на путь истинный. Впрочем, может, мы зря беспокоимся? И речь идет об обыкновенных маркетинговых уловках для продажи товаров. А вся земля представляет собой один большой склад, напоминающий средневековую громадную свалку. Может, отсюда и такое увлечение в современном мире этим периодом? Выжившие после ядерной войны люди спрятались в средневековом замке и отбиваются от одичавших мародеров. Это сюжет знаменитого романа «Мальфель» французского писателя Робера Мерля. Возможно ли такое в нашем благополучном мире? Одним из главных плюсов возврата к средневековому образу жизни сторонники такой теории считают общее улучшение экологии на планете. Еще один положительный эффект – освобождение людей от диктата современной техники, которая все сильнее вмешивается в нашу жизнь, превращая ее в отлаженный механизм. А человек в нем все больше превращается в шестеренку. Он больше опустошается. И если у него нет возможности останавливаться, делать перерыв, отдыхать, куда-то ездить или просто общаться с близкими людьми, с которыми он именно наполняется, то у него внутреннее ощущение одиночества, оно начинает усиливаться и нарастать. Может, возврат в средневековье и решит проблему одиночества и человеческого выгорания. Но была ли тогда кому-нибудь нужна чья-то жизнь? В средние века она ценилась гораздо меньше, чем в наше время. И убийство человека было нормой. Раньше человеческой жизни не давали такой ценности, как сейчас. Если не можешь, умрешь. А сейчас, если не можешь, можешь, не можешь, выживешь. Сейчас человек старается себе продлить жизнь. Хоть там худо-бедно, там неважно, какое качество жизни, но вот чтобы еще как-то там протянуть еще денек, еще другое, люди стали очень сильно цепляться за жизнь. Тогда путников на дорогах поджидали разбойники. Соседи без конца воевали друг с другом не на жизнь, а на смерть. Поводом для убийства могла послужить любая малость, на которую современный человек даже внимания бы не обратил. От первобытного костра и до водородной бомбы. Человек – это приложение к эволюции Вселенной. Человек – это орудие эволюции Вселенной. И мораль наша – это то, что обеспечивает возможность жить вместе и совершать дела. Но самое главное, если человечество вернется к Средневековью в результате глобальной катастрофы, никакого улучшения экологии не последует. Наоборот, мы получим повсеместную радиацию и массовые эпидемии, а также огромное количество голодных и озлобленных мародеров, как это обычно бывает после землетрясений и стихийных бедствий. Мародерство, в общем-то, сопутствует человечеству на всем протяжении его существования. Вот. Ну, не углубляясь в историю, как говорится, возьмем уже современный вот этот период времени. Ну, хотя я бы, допустим, вот так вот не стал бы делить вот так жестко всех, вот все вот мародеры, все преступники. США. Пенсильвания. Апрель 2018 года. Религиозная община Амишей – американский вариант русских староверов. Здесь по улицам ездят конные экипажи. Люди носят одежду, которую шьют сами, и не вступают в браки ни с кем, кроме представителей собственной религии. Плодами цивилизации они фактически не пользуются. Они ведут натуральный образ жизни, то есть употребляют в пищу то, что они сами вырастили, что сами произвели, сделали. Женщины у них в основном занимаются хозяйством, семьей, воспитанием детей, а мужчины добывают пропитание, сельское хозяйство, животноводство. То есть абсолютно кто-то, наверное, столярничает, кто-то плотничает, но внутри общины замкнутый цикл, в котором они живут. Однако вряд ли большинство современных людей согласятся перейти на такой образ жизни. А полная изолированность от остальной мировой цивилизации крайне затрудняет те самые коммуникативные проблемы современного общества. Но может, главный симптом современного апокалипсиса – это не потеря общения? В марте 2018 года в центре Токио установили памятник Годзилле. Для жителей страны восходящего солнца этот монстр-мутант – любимый персонаж, символизирующий месть Японии за ядерную бомбардировку. Возможно, памятник Годзилле – последнее японское предупреждение всему остальному миру. Япония. Остров Кюсю. 6 марта 2018 года. Началось извержение вулкана Симоя. Эта небольшая страна практически вся расположена на действующих вулканах. Проблема сохранности территории здесь стоит очень остро. Может, поэтому японцы считаются одной из самых умных наций в мире? Под улом мы подразумеваем способность из минимума информации получать максимум заключений по возможности в минимальные сроки. Вот есть информация. Дует ветер. Мы делаем заключение по этому ветру, по пыли, по цвету неба, по несущимся тучам, что будет буря, и надо прятаться. Соображать надо быстро, через час будет поздно. И через час ты уже сидишь в убежище, в подвале или в блиндаже. В конце 2017 года японские сейсмологи сделали неутешительный прогноз. Сразу три действующих вулкана – Аса, Аэра и дремавший 7 тысяч лет супервулкан Кикай – могут начать извергаться в течение ближайших 100 лет. Эта цепная реакция приведет к полному уничтожению страны. Наверняка японцы уже начали искать альтернативные варианты переселения, а ближайшее соседство с огромной континентальной Россией делают нашу страну наиболее возможным для японцев вариантом. Это совершенно, конечно, понятно, что это ни к чему и не приведет, но это, главное, это вопрос даже не в этом вредительстве, а в том, что это отказ от строительства молодежных городов развития, которые на Дальнем Востоке нужны, и в этом проблема. Но самое главное – в Японии до сих пор запрещено иметь собственную армию. Вероятно, поэтому в стране восходящего солнца после войны и ядерной бомбардировки произошел такой бурный всплеск развития технологий. А что, если часть их имеет скрытую дополнительную военную функцию? И пока все человечество радостно покупает японские гаджеты, это скрытое оружие уверенно распространяется по всему миру, чтобы в результате уничтожить остальное человечество. Но, с другой стороны, машина не может учесть такие вещи, как погода, ощущение, настроение. Она не может любоваться закатом, она не может прятаться от дождя, потому что у нее безразличие. Машина безразлична, у нее нет эмоций. В начале 2018 года в продажу поступили новые японские секс-куклы. Они выглядят как люди, умеют разговаривать и стоят очень больших денег. Но отбоя от покупателей нет. Что, если это и есть новое секретное оружие японцев? В 2018 году известный футуролог Ян Пирсон заявил, к 2050 году отношения с такими куклами полностью вытеснят контакты между людьми. А поскольку срок годности подобных роботов к этому времени станет неограничен, именно они спустя какие-то сто лет полностью заменят людей на нашей планете. Два месяца в полном одиночестве в подземной пещере. Этот эксперимент провел в 1962 году французский спелеолог Мишель Сифр. Организм исследователя сумел подстроиться к новым экстремальным условиям. Спустя 10 лет новая попытка едва не закончилась трагедией. В одиночестве Сифр чуть не сошел с ума и несколько месяцев был вынужден лечиться от депрессии, апатии и навязчивых галлюцинаций. Возможно ли сейчас такие эксперименты в условиях мегаполиса? К сожалению, да. Более того, в последнее время это превратилось в массовую моду, которая с каждым годом лишь набирает обороты. Смотрите далее. Кошмары Оруэлла становятся реальностью. Это вот самоуничтожение современной цивилизации. Интернет опасен для жизни. Нас затягивает паутина. Кто-то вообще уходит в виртуальную реальность и зависает в компьютере. Судный день. А был ли апокалипсис? Невероятно. Но оказаться в полной изоляции можно благодаря интернету. Огромное количество людей в прямом смысле слова погружались в виртуальный мир с головой. Он забирал их полностью. И человек начинал выпадать из социальной и общественной жизни. Когда можно будет те же дела совершать без участия людей, то они будут совершаться без участия людей. И КПД этого процесса будет гораздо выше. Потому что механизмам не нужны книги, скульптуры, отдых, путешествия. Машины могут работать несравненно эффективнее. Вот что идет нам на смену. Вот что является главной проблемой уже наступающего сегодня времени. И запустение городов – это лишь один из аспектов, один из сопровождающих моментов этой общей проблемы. По данным Американской ассоциации социологов, современный американец проводит в интернете до 16 часов в сутки. Из них 2 часа утром, 4 по дороге на работу и обратно, 6-8 в офисе, 2 часа вечером дома. Более того, во сне перегруженный мозг человека даже не успевает переключиться от полученной сзади информации. Так может, людей на современных улицах так мало, потому что они все сидят в интернете, полностью погруженные в искусственный мир информации? Не надо ни перед кем самоутверждаться, не надо не проявлять характер, ему вообще не надо напрягаться. Он просто сидит перед компьютером, ждет на кнопочки и понимает, насколько он крут, насколько он там сам себе Бэтмен, Супермен и так далее. Причем, более того, у него много 9 жизней, как минимум. А во дворе-то она всего одна, и репутация тоже одна. Если ты ее запятнал, надо очень постараться, чтобы ее отмыть. А тут ты волен делать вообще все, что угодно, ты ни перед кем, ни перед чем, ни в ответе. Ни морально, ни как. По мнению психологов, медленное перемещение из реальной жизни в виртуальную у взрослого человека начинается уже спустя месяц после беспрерывного сидения в интернете. Спустя еще три месяца появляется зависимость. А спустя год человек начинает путать события виртуальной жизни и реальной, а также дезориентация в самых обычных привычных делах. Не так ли и происходит тот самый эффект зомбификации? Все-таки такая вражеская сила без рода, без племени, без национальности, без какой-либо нагрузки. И здесь это, наверное, такой эффект глобализации, когда стираются все границы, стирается все. Некоторые социологи убеждены, будущее человечества – это своеобразные концлагеря мирного типа, в которых люди живут и трудятся. Причем работа связана не с производством товаров, поскольку в товарах нет необходимости, а с созданием иллюзии деятельности. Восстание машин неизбежно. Так утверждают многие футурологи. Сумеют ли люди, растерявшие все свои природные инстинкты, хоть как-то противостоять этому? Или нас всех в ближайшем будущем ждет стремительное одичание? Любому живому человеку мысль о том, что он сам может оказаться роботом, кажется абсурдной. Однако именно такое будущее многие футурологи считают наиболее вероятным развитием постапокалипсиса. Сейчас очень бурно развивается медицина. В первую очередь речь идет о производстве всех видов органов для пересадки. В них все чаще используются компьютерные микрочипы. Вот это вот самоуничтожение современной цивилизации – характернейшая примета перехода человечества в наше время в следующий исторический этап – машинно-кибернетический. Еще в 2013 году во Франции была проведена первая в мире пересадка искусственного сердца. Пациент скончался спустя 75 часов, но операцию сочли революционным прорывом в трансплантологии. Но так ли мы уверены, что подобные органы в будущем не станут управлять нами через специально заложенную в них программу? Сколько в человеке после всех таких замен останется по-настоящему человеческого? По самым мрачным прогнозам – нисколько. «Жизнь после людей» – так назывался документальный фильм, который вышел на экраны в 2008 году. Его создатели поставили целью математически просчитать, как долго сохранится память о человеческой цивилизации, если все люди разом исчезнут. Согласно их расчетам, уже спустя тысячу лет о человечестве будут напоминать лишь сломанные космические спутники, окаменевшие кости и полиэтиленовые пакеты. А сколько вообще человечество может просуществовать? Как сейчас люди воспринимают вечность? Сколько лет наперед они способны представить? Нам всем интересно, что нас ждет завтра. Все мы хотим заглянуть немножечко вперед. Поэтому темы фантастические, темы будущего, они в принципе всегда интересны, потому что мы все фантазируем, все так или иначе мечтаем или хотим обратиться к какой-нибудь Ванге, чтобы она нам что-то предсказала. Традиционное пожелание большинства людей – увидеть внуков или максимум правнуков. То есть все равно это примерно лет сто. По сути, этот век – полноценная жизнь одного поколения. Получается, генетическая память любого народа о событиях собственной истории существует лишь до тех пор, пока живы их очевидцы. Тогда зачем нам постоянно говорят о том, что будет через миллион лет или еще дальше? Вот туда уходит подземный мир завода. Диггер Вадим Михайлов бродит по обломкам того, что некогда было живым и развивалось. Он считает вести споры о том, что такое апокалипсис – бессмысленно. Такие ямы, о чем они нам говорят? Здесь стояли доменные печи. Было гигантское производство советского времени. И то, что мы видим здесь – это колоссальнейшие устои цивилизации. В таком случае что делать? Именно этот вопрос мы задаем себе со времен Чернышевского. Смотрите далее. Будущее вида под названием человек. Ни одно живое существо на Земле не может выйти за пределы своего вида. Неужели нам и впрямь угрожает вымирание? Если мы не вздробнем, как нация, как страна, будет именно так. Каменная форма жизни по-прежнему правит Землей. Искусственного интеллекта боится как минимум половина населения всего земного шара. Но скептики утверждают, что до восстания машин должно пройти как минимум еще лет 200. Значит, все разговоры о его опасности – это всего лишь отвлечение нашего воображения. А может, мы уже много лет следуем установкам, генерируемых таким интеллектом программ, которые передаются нам с помощью все того же компьютера? Когда искусственный интеллект будет составом из сотен миллионов компьютеров, и все они будут заниматься разными, с гораздо большей скоростью, чем мы, в гораздо больших объемах, чем мы, то этот искусственный совокупный интеллект планеты будет умнее любого человека. У него будет и предсказывающая способность, и аналитическая способность. А кроме того, он мгновенно создаст систему самозащиты, у него появится свой инстинкт самосохранения, и он не позволит себя отключить, и он обеспечит себя альтернативными источниками энергии, и он обеспечит себя системами регенерации своих частей. Вероятно, человечество уже программирует на самоуничтожение. Это самый простой способ избавиться сразу от необходимого количества людей. Например, с помощью все тех же самых японских секс-кукол. Ведь человека можно подчинить с помощью полного контроля его сексуальных желаний и заставить делать все, что угодно. Например, покончить с собой. Но тогда нами управлять должен тот, с кем мы находимся в постоянном общении. При этом мы можем даже не подозревать, что имеем дело с иной формой разумной жизни. На нашей планете параллельно существует иная форма жизни – кремниевая. В этом убеждены сторонники альтернативной биохимии. Может быть, древние предания о каменных великанах вовсе не волшебные сказки, а реальные свидетельства очевидцев. Но куда же пропали эти разумные существа? США. Аризона. 2018 год. Это знаменитый парк окаменевших деревьев. Точный возраст их неизвестен. Однако, по мнению некоторых исследователей, они старше всего, что есть на Земле. Их размеры действительно потрясают и заставляют вспомнить легенды о некогда живших на Земле великанах, однажды превратившихся в камни. К сожалению, увидеть обычным взглядом их нельзя. Есть ясновидящие, которые их видят. Удивительно, но тот факт, что камни могут нести в себе информацию, известен давно. Но то, что они могут быть еще и живыми, человеку осознать трудно. Например, вы знаете, что в основе любого компьютера лежат камни – небольшие кусочки кремния, без которых он не сможет работать. Но что, если эти кусочки и есть осколки тех самых разумных каменных великанов – представителей кремниевой формы жизни, правившей землей до людей? Для многих из них мы просто как энергетическая батарейка для того, чтобы они на нас паразитируют, для того, чтобы потреблять нашу энергию. Может быть, эта форма жизни никогда никуда и не исчезала, и они по-прежнему управляют нами. Более того, вполне способны избавиться от человечества, если решат, что наш вид стал представлять для планеты смертельную угрозу. В таком случае у человечества шанса выжить нет. Всю историю человечества можно считать своеобразным постапокалипсисом. Он наступил после изгнания Адама и Евы из Эдемского сада. Но что будет дальше? Возможно, человечество действительно достигло пределов своего развития. И нам не стоит ждать новых грандиозных открытий. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.